Привет, друзья! Сегодня расскажу о том, как поставил свой компьютер 16-ядерный процессор AMD. И при этом я не обжёгся, меня не сдуло волной раскалённого воздуха, и я даже не разорился на счетах за электроэнергию. История действительно необычная, поэтому не будем затягивать. Поехали! Некоторое время назад компания AMD предложила мне попробовать процессор Ryzen 9 3950X. Такого противоречивого чувства я не испытывал очень давно. Почему? С одной стороны, процессор невероятно мощный. В нём 16 ядер с базовой частотой 3,5 ГГц, которые под нагрузкой могут разгоняться до 4,7 ГГц, почти до 5 ГГц. Мало того, что ядер 16, в каждом ядре ещё идёт обработка двух потоков данных. То есть, всего их 32. 16 ядер, 32 потока, почти 5 ГГц. Ребят, мне, начинавшему с компьютера с частотой 20 МГц, это до сих пор кажется немножко фантастикой. Поэтому, с точки зрения производительности, я был страшно взволнован и заинтересован. Тем более, что был очень важный момент. Этот процессор не требует какой-то уникальной материнской платы. У меня в компьютере уже довольно давно стоит материнская плата ROG Strix X570E Gaming, которая поддерживает сокет AM4. Вот этот процессор, несмотря на то, что 16 ядер, он вставляется в этот самый сокет AM4 без каких-то дополнительных усилий, переходников. Просто, понимаете, вы вынимаете старый процессор, вставляете новый и вот оно 16 ядер. В то же время меня терзали смутные сомнения. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы мой компьютер был идеально тихим. Ну, разве что под нагрузкой во время игр слегка пошумит видеокарта. И всё. И на предыдущем процессоре Ryzen 7 3700X это удавалось без проблем с воздушным охлаждением. А тут 16 ядер. Вы представляете, 16 ядер, 32 потока. Я подумал, наверное, придётся водянку какую-то опять городить. Придётся что-то всерьёз менять. Может быть, блок питания какой-то новый. В общем, меня это слегка напрягло. Но я посмотрел характеристики процессора. Выяснилось, что он укладывается в TDP 105 Вт. TDP, ну, это так, по-простому, это типичное энергопотребление, типичное рассеиваемое тепло. Это на самом деле немного. То есть, да, у 3700X вообще 65 Вт. Но 105 Вт это немного у многих мощных процессоров. Как AMD, так и Intel, кстати, тоже. 105 Вт это, ну, в пределах разумного. И я решил рискнуть. Был ещё один маленький нюанс. Понимаете, какая штука? Мне, для моих задач, пусть и достаточно нагруженных, абсолютно хватало 8 ядерных процессоров. Это касается и Ryzen 7 3700X, и Intel Core i7-9700K. С запасом хватало. И я немножко стал опасаться, а вдруг, а вдруг я поставлю 16-ядерный процессор, и просто не смогу его использовать, не смогу придумать, чем бы его загрузить. Я буду выглядеть сам перед собой немножко идиотом. Тем не менее, тяга к прогрессу, тяга к новому пересилила, и я таки поставил процессор в свою систему. Сейчас покажу, как это выглядело. Сейчас мы установим Ryzen 3950X на своё новое место. А перед этим нам надо будет снять кулер и заменить его на новый. Дело в том, что сейчас у меня стоит вот эта модель. Это очень достойный кулер для процессоров, которые укладываются в TDP порядка 100-110 Вт. Так как у нас этот процессор, аж страшно сказать, 16-ядерный, и у него, в общем-то, официально всё неплохо, но неофициально. Мне сказали, что лучше поставить пропеллер запасом. Поэтому я купил вот этот вот пропеллер под названием Thermalright Macho Direct. Он умеет рассеивать до 200 Вт TDP, и при этом делает это достаточно тихо, потому что у него стоит 14-сантиметровый пропеллер. Это много. Ну, давайте потихонечку займёмся. Начнём со снятия старого пропеллера. Ну, вот, собственно, этого радиатора абсолютно хватало для охлаждения восьмиядерного Ryzen 7, но сейчас мы его заменим. Но перед тем, как менять кулер, давайте процессор поменяем, ведь ради него всё это и затевалось. Подцепили, вынули. Вот он, красуля. Я зачистил восьмиядерный Ryzen 7, и окончательно его отчищу уже после окончания съёмок. А вот его преемник Ryzen 9 3950X с 16 ядрами. Обратите внимание, что по габаритам они вообще никак не отличаются. Вот и сзади тоже попробуйте, угадайте, кто из них, кто. Какой-то разницы нет. И можно устанавливать в ту же самую плату. У меня используется материнская плата Asus ROG Strix на 570 чипсете. Она меня абсолютно устраивает, поэтому в неё я и поставлю новый 16-ядерный процессор. Сейчас посмотрите, как это происходит. Ставим 3950X на родное место. Фиксируем при помощи лапки. Всё. Стоит, как тут и был. Я буду использовать пасту. Она какая-то безумно дорогая. Arctic Silver заказывал её в интернетах из Германии. Говорят, эффективная просто от АС. Ну вот и проверим. Сейчас мы вместе с вами быстренько точно так же поставим радиатор. Я поставлю его так, чтобы кулер дул на память дополнительно. У него, видите, какая история сзади? У него такой вот смещённый центр. То есть он чуть-чуть перекрывает радиаторы на материнской плате, которые здесь тоже уже прикрыты. Всё, ставим. А нет, знаете, как матёрый параноик, я ещё чуть-чуть пасты добавлю. Совсем чуть-чуть. Я уже примеривал, в принципе, и этого достаточно. Но, знаете, вот пасты не жалко. Лишний раз сюда залезать не хочется. Это было в прошлый раз, я забыл плёночку снять. Ну да, не будем о грустном. Так, ставим. Так, первый пошёл. Конечно, закручивание этого винта заставляет вспомнить о профессии гинеколога. Но, тем не менее, справляемся. Так, и второй винтик. Так. Так, затягиваем. Всё, стоит как каменный. Так, и последний шаг. Подключение пропеллера. Так, есть контакт. И... Так, чтобы ты никому тут не мешался. Ну вот, собственно, и всё. Всё стоит, всё держится. Кулер как влитой. Радиатор как будто тут всю жизнь жил. Осталось включить это всё дело и проверить. Сейчас этим и займёмся. Перед первым включением компьютера я страшно волновался. Ну, как он взрывёт бешеным воем. Или сдует меня раскалённой волной воздух. Или ещё что-нибудь произойдёт. На самом деле, не произошло абсолютно ничего. Компьютер просто включился и заработал. Точно так же бесшумно, как и раньше. Дело в том, что кулер, который я установил, у него максимальные обороты 1300 в минуту. А как потом показала практика, он нормально укладывается где-то в 400-500 оборотов. Его не слышно вообще. Перед тем, как извлечь Ryzen 7 3700X из гнезда, я провёл замеры энергопотребления своего компьютера. Замечу вместе с монитором. А монитор у меня не маленький. Так вот, когда компьютер работал просто в режиме Word плюс браузер, он потреблял 117 ватт. А под 100% нагрузкой процессора, который я достигаю при помощи бенчмарка, встроенного в архиватор 7-Zip, он такой самый ядрёный. Так вот, под 100% нагрузка было 190 ватт. Итак, 117 в покое, 190 ватт под полной нагрузкой процессора. Запомните эти цифры. А теперь, как вы думаете, сколько стал потреблять Ryzen 9 3950X? Цифры меня изрядно удивили. В режиме полупокоя, когда компьютер просто стоит, красиво что-нибудь показывает, он стал потреблять 124 ватта. А когда нагрузка полная, то есть все 16 ядер шарашат на полную мощь, 243 ватта. Таким образом, речь идёт о том, что в состоянии покоя энергопотребление выросло на 5%, а под полной нагрузкой на 22%. Ну, это даже как-то не смешно, вы знаете. Я-то думал, там будет хотя бы процентов 50, а тут 5 и 22. Несерьёзно. Может быть, резко выросла температура процессора, всё-таки такая мощь. Ничего подобного. После часа непрерывной пахоты под 100% нагрузкой, Ryzen 9 3950X раскалился аж до 74 градусов. Если вы пробовали процессоры достаточно мощные, там, прошлого, позапрошлого поколений, вы сейчас просто рассмеётесь, потому что 74 градуса – это ни о чём. Это нет ничего. А в обычном режиме, ну, где-то там 46-50 градусов, что опять-таки какая-то ерунда. Плюс ещё такая маленькая побочка вылезла. Новый кулер, который Thermalright, он более правильный по сравнению со SkyfNinja. И у него более эффективно распределяются воздушные потоки. Так вот, он стал лучше охлаждать материнскую плату. Если раньше там датчик говорил, что он прогревается где-то там до полтинника почти, теперь 36-37 градусов температура человеческого дела. Просто магия какая-то. В общем, я был слегка фрустрирован. Поставил в свой компьютер самый мощный потребительский процессор от AMD. 16 ядер. Во-вторых, ничего не произошло. То есть, меня не сожгло, меня не сдуло, меня не выставили на бабки за энергопотребление. Всё осталось в пределах абсолютно разумного. И тут возникает очень такой, знаете, щекотливый вопрос. А зачем этот процессор вообще нужен? Потому что, как выяснилось, в обычных задачах разницы по сравнению с Ryzen 7 3700X нет вообще никакой. На всякий случай, если вы не в курсе, от чего вообще зависит реакция приложений на компьютере на процессор, абсолютно все приложения реагируют на тактовую частоту. То есть, чем выше частота процессора при прочих равных, тем быстрее, скорее всего, будет работать приложение. Но я имею в виду, что это должны быть ядра одного поколения. Потому что, разумеется, ядро позапозапрошлого поколения работает медленнее, чем самое современное. Но при прочих равных, вот если мы сталкиваем ядра из одного года, чем выше частота, тем быстрее работает. Вы спросите, а как же ядра? С ядрами не все так однозначно, как говорят классики в интернетах. Дело в том, что для использования возможностей дополнительных ядер приложение должно знать об их существовании и уметь ими пользоваться. То есть, разработчик приложения должен добавить поддержку этих самых дополнительных ядер. И если у разработчика был компьютер, который поддерживает только 8 ядер, и он решил, ну этого достаточно, ну куда больше-то, и ничего дополнительного не предпринял, то приложение будет использовать только 8 ядер. И если вы поставите туда какую-то модель с 10, 12 или вот 16 ядрами, вообще ничего не произойдет. То есть, приложение не увидит этих ядер, и вы не получите никакого прироста. Многие приложения просто не предназначены для того, чтобы использовать много-много-много ядер. Например, игры. Игры, они, сука, используют видеокарту. Все, что можно и нельзя, они перекладывают на нее. Ну и еще есть звуковые какие-то там эффекты. Их обычно вычисляет звуковая карта. То есть, на долю процессора остается много, но не так, чтобы прям много-много-много-много. Поэтому, многие игры, вот почти все, ограничивают свои ресурсы где-то порядка 6-8 ядрами. Вот они их умеют использовать, и то, знаете, далеко не всегда. Иногда смотришь вот совсем свежачок, там 4 ядра, а остальные все отдыхают. Если вы чувствуете себя матерым геймером и решите использовать Ryzen 9 3950X в играх, вас ждет суровое разочарование. Вообще никакой разницы там не будет. Особенно, если у вас продвинутый геймерский монитор, всякие там G-Sync и FreeSync, которые ограничивают максимальную частоту обновления экрана. То есть, если у вас вот он стоял там 144 Гц, или даже тем более 100 Гц, вы поставьте хоть какой процессор, все останется точно так же. То есть, у меня World of Tanks, когда я использую, когда я на максимальной графике все как положено гоняю, я смотрю на использование вот этого процессора, у меня слезы, у меня текут слезы, я страдаю. Знаете, какая нагрузка? 21%. То есть, World of Tanks использует вот этот процессор на 21%. У меня такое ощущение, что даже Ryzen 7 3700X для него многовато. А про этот и говорить нечего. Поэтому игры сразу мимо. Всякие там любительские софтины для обработки видео сразу мимо, потому что они тоже любят использовать видеокарту, получается хреновенько, но тем не менее получают, зато быстро. Соответственно, тоже на процессор особо не налегают. Мимо. И получается, что для нормального человека, который любит там поиграть, поработать, там попечатать что-нибудь, иногда какой-нибудь видосик смонтировать, 16 ядер абсолютно не нужны. И вам не нужно тратить эти 65-67 тысяч рублей на AMD Ryzen 9 3950X. И возникает вопрос, а на кой ляд он вообще нужен? Рассказываю. Давайте представим, что вы активный пользователь приложения Adobe After Effects. Это такое классное приложение, которое делает всякое красивое с видосами. Это приложение практически не умеет использовать видеокарту. И правильно делает, потому что, как мы уже знаем, качество рендеринга на видеокарте отличается от процессорного, скажем так, не в лучшую сторону. Так вот, переход с 8-ядерного на 16-ядерный процессор сэкономит порядка 40-50% времени на каждом цикле рендеринга. И это много. Еще один вариант. Вы активный пользователь приложения Handbrake, которое используется для транскодирования видео. Так вот, переход с 8-ядер на 16 сократит затраты времени примерно в 1,5 раза, а иногда и в 1,7 раза. И это тоже много. Вы работаете в 3D Max и ArchiCAD. Прекрасное приложение, замечательное. Но для рендеринга вы используете рендер с таким красивым музыкальным названием Короны. Это один из самых популярных и качественных рендеров. Но у него тоже есть один маленький недостаток. Он практически не умеет использовать видеокарту. И, когда вы переходите с 8-ядер на 16-ядер, вы точно так же экономите 40% своего времени. До фига. Если вы матерый шаман звука, то наверняка используете приложение Изотоп RX 7-й версии. Нормальному человеку трудно представить, что звук может реально нагружать систему. Тем не менее, может. Изотоп этот самый очень даже могёт. Поэтому переход с 8-ми ядер на 16 сэкономит очень-очень много вашего времени. Я специально не заостряю внимание на популярнейшей софтине Adobe Premiere. Но Premiere знают все. Он очень-очень разный. Всё зависит от того, какие задачи вы используете, какие кодеки, какой рендеринг. В общем, смотрите. В некоторых случаях, если вы используете рендеринг, не поддерживающий GPU, то, конечно, прирост производительности будет такой, о котором я уже говорил. Если вы всё-таки любите использовать рендеринг на видеокарте, честь вам и хвала, респект, уважуха, вопросов нет. Но тогда, конечно, в 16-ти ядрах смысла глубокого нет. Но, когда вы допускаете рендеринг на своём любимом рендерере с использованием видеокарты, вы получаете в своё распоряжение большое количество свободных ядер процессора. То есть, вы можете заниматься рендерингом, выводить проект и в то же время заниматься уже следующим, не испытывая никакого дискомфорта. Это тоже бывает довольно важно, если вы делаете не одно, не два и даже не три видео в день. Я привёл примеры из практики своих хороших знакомых, ну и немножко из своей собственной. Если вы активно создаёте контент, занимаетесь его девелопингом, то наверняка сами подкинете какие-то приложения и идеи в комментариях. Но, понимаете, какая штука? Вот 8-ми ядерник массовый, тот же самый 3700X, он стоит порядка 300 долларов США. Ryzen 9 3950X стоит порядка 900 долларов. 900. Я всё время путаюсь, как правильно. Но суть в том, что вот этот Delta в 600 долларов для профессионалов, это фу, это нет ничего. Потому что это отбивается за один проект. И получается, что вы покупаете не процессор. Процессор это просто инструмент. Добавляя эту сумму, вы покупаете собственное время. Самый дорогой, самый невосполнимый ресурс. Я не могу обещать вам, что вы благодаря этому процессору будете делать больше. Ну, тут всё зависит от собственной организации, от вдохновения и прочих вещей. Но я могу вам с уверенностью сказать, что с этим процессором вы будете чуть больше отдыхать. Давайте подведём итог. В процессоре AMD Ryzen 9 3950X меня удивила не производительность, не количество ядер. В конце концов, были же уже Intel Core X с 16 ядрами. Были AMD Threadripper с каким-то безумным количеством ядер. То есть, было уже. И если нужна была скорость любой ценой, то проблемы не имелось. Но! Тут-то вся фишка в том и есть, что не надо платить какую-то особенную цену. Не нужно покупать специальную материнскую плату. Не нужно покупать специальный блок питания. Не нужно покупать какую-то хитро вытраханную систему охлаждения, чтобы это всё хоть как-то укладывалось в разумные рамки и не заставляло собаку сидеть. Но тут просто берёшь процессор, вставляешь в обычную материнскую плату, ставишь нормальный, не какой-то сверхдорогой кулер и мощь, тишина, прохлада. Я знаю даже вот такие, знаете, универсальные бойцы, которым приходится заниматься проектами с рендерингом, связанными на разных площадках. Они собирают системы на 3950X в корпусах, mini-ITX, mini-ATX. То есть, совсем компактно. Взял такую коробочку и потащил куда-то. Положил её в сумку и потащил. Ну, чудеса какие-то, друзья мои. Я думаю, что на самом деле прогресс на этом не остановится. И пройдёт ещё совсем немного времени. И вот эти самые 16 ядер не будут удивлять нас даже в ноутбуках. Вот что-то мне подсказывает, что это может произойти чуть ли не до конца нынешнего года. Этого нынешнего удивительного 2020 года. А пока, вот если вам нужна скорость, именно процессорная скорость, и вы не готовы экспериментировать с покупкой дополнительного обвеса Ryzen 9 3950X. Но для игр, для дома не надо. Даже для понтов не надо. Это будут абсолютно бессмысленные понты. Всё, спасибо, подписывайтесь, канал хороший. Пока.